Девушки отдыхают Что произошло, старшина? Да вот, пьяного подобрал. Весь в крови, видимо, драка. Двое дружков убежали. В каком направлении скрылись? Пойдем, покажу. Океан, докладывает 26-й. В квадрате 18 подобран неизвестный мужчина с телесными повреждениями. Значит, за двумя этими бандитами стоит кто-то. Хозяин. По указке которого они и пошли на мокрое дело. Слушаю. Товарищ полковник, в порту в районе 28-го причала водолазами обнаружен труп неизвестного. Оперативная группа выехала. Дежурный по городу Степанов. Машину ко второму подъезду. Товарищ старший лейтенант. Угу. Портфель подняли. Давай. Откройте. Доллары. Кафе Чайка это возможное место встречи. Габко с убитым валютчиком. Судя по записи, она должна состояться завтра. В 5.00 всем занять свои места. Здорово, Скорняк. Ты с кем разговариваешь? Где? Там, у кафе Чайка. Ну что ты ешь? Ты знаешь, с кем ты разговариваешь? С кем? Это же тот в желтой куртке. Куртку, припомни, это тот, которого хозяин убрать велел. Линяй. Останови самосвал. Останови самосвал. 21.14. Самосвал приказания остановиться не подчинился. Это же они. Я по голосу узнал. Не убивай хвост. Ты привел хвост, а с тобою все концы в воду. Скоряй. 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 Бутылку взял? Скоряй. Скорей. Скоряй. КОНЕЦ 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 Вот здесь, товарищ полковник. Катастрофа произошла примерно три часа назад. Причина? По-видимому, результат опинения. А точнее. Окончательный вывод даст экспертиза. Неподалеко найдена бутылка с остатками водки. Думаю, откупорена незадолго до катастрофы. Что подтверждает? Да, действительно. Подтверждает. Что скажете, Зубарев? К моменту аварии в кабине находился еще один человек. Его следы взяла собака в метре от обрыва. Следы идут от обрыва шоссе. И там теряются. Что еще? На полу кабины обнаружено овальное пятно крови. Форма пятна говорит о том, что кровь оказалась в кабине раньше. Перед тем, как произошло опрокидывание машины. Кулаке у трупа зажата коробка с лекарствами. В карманах обнаружены документы и накладные. Ваше мнение? Похоже на убийство, товарищ полковник. Действительно похоже. Преступник оказался гораздо умнее, чем мы думали. И беспощаднее. Отреагировал молниеносно. Где они сейчас? Богатрёв Зиновьев. А Скорняк прибыл туда позднее. Установлено наблюдение. Прекажете задержать? Век себе этого не прощу. Товарищ полковник, если вы не поступок Никитина... Да не Никитин надо винить, а к себя, подполковник. Наша профессия следить за преступником и вовремя его обезвреживать. А мы позволили преступнику следить за нами. Задержать немедленно. И запомните, Скорняк и Богатырёв последнее звено в этой цепи. Без единого выстрела. Задержать немедленно. Задержать немедленно. Задержать немедленно. Задержать немедленно. Стой. Руки вверх. Тихо. Скорняк здесь, Зиновьев? Где? А богатырь? Вооружены? Наверх. Доброе утро, товарищ милиционер. Доброе утро. Ой, вы знаете, а что, у Зиновьева снова драка была, да? Все в порядке, вы знаете, вам лучше побыть дома. Товарищ милиционер, мы так боимся этого Зиновьева. Больше не будете бояться, закройте. Руки вверх! Руки вверх!! Стой, начальник! Если кто двинется, не жить тебе больше! Уж ты-то мой характер знаешь! Я, словно, ветер не бросаю! Мне терять нечего, все равно вышка! Уходят все, мы остаемся вдвоем! Поговорить нужно! Говорить мы с тобой будем в следственной комнате, Симаков. И чем скорее, тем лучше для тебя. Какой там разговор? Я люблю на свежем воздухе! Даю минуту на размышления! Читаю! Убери своих красавцов, если жить хочешь! Осталось 30 секунд! Ну! Он на крыше! Ранен, курачу. 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 Уведите этого хлюпика. Уведите, Богатырева. Мразь! Дрянь! Слабак, пазл! Убил бы, мразь, все равно убил бы и жить все равно! Мама, мамочка, дайте водки! Жить хочу, жить! Человек в роговых очках. Итак, личность не установили. Симаков клянется, что не знает ее искать. А тот рассчитывался с ним за аферу с каракулем через Габко. Но утверждает, что видел с ним всего раз и то мельком. Симакову можно верить? Ну, если он сознался в нападении на Кудинова и в участии в убийстве Габко, вряд ли он станет выгораживать хозяина, который приказал им это сделать. Ну, что же, уважаемые сподвижники, с гибелью Габко все концы уходят в Москву? Точно. Все это сочка Богатырев, Симаков вряд ли могут сказать больше, чем они уже сказали нам. Да это Габко тоже не фигура. Ну что же, самое время связаться с Москвой. Согласен с вами. Да, человек в роговых очках из Москвы. Билет валютчика на Москву. И ученый Ведерников тоже из Москвы. Николай Михайлович. Но нам еще не ясна в этом деле роль Ведерникова. Протеже шофера Габко. Ведерникова пока не будем трогать. Дальнейшее расследование требует общих усилий. Завтра свяжусь с Москвой. Сегодня. Уже утро, товарищ полковник. Загадал, товарищ полковник. Если раздюну шторы и увижу горы, запою. Смотрю горы. Ну что же, пой. Пой! Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Пожалуйста! Пожалуйста! Добро пожаловать в Казахстан! Да что вы! У чем дело? Здрасте, митрая Васильевна! Молодой человек интересуется, когда мы получим пыжиковой шапке. Я посылала его к вам, а он... Товарищ Извеков, какое может быть веселье в рабочее время? Закар Борисович, а я вас еще ищу. Здравствуйте. Здравствуйте, Люда. Вы не уделите нам с товарищем несколько минут? Пожалуйста, прошу вас, пройдемте в кабинет. Там просто удобнее разговаривать. Товарищ Извеков, займитесь работой, пожалуйста. Может, это примените? То, что вы рассказали, просто в голове не укладывается. Гобков всегда производил впечатление порядочного человека. И вдруг овчина. Черт-те что! Скажите, а почему Гобко долгое время ездил без напарника? Но ведь расстояние от Молдавии до Москвы, оно же немалое. Я, простите, не знаю вашего имени и отчества. Разгонов. Дело в том, товарищ Разгонов, что Гобко не является моим подчиненным. Существует общий порядок обслуживания фирменных магазинов автотранспортными хозяйствами. Нас обслуживает Бюро Международных Транспортных Сообщений. Именно туда вам и следует обратиться, чтобы узнать о Гобко. Насколько мне известно, Гобко сам настоял на том, чтобы ездить самостоятельно. Прошу заметить, он ни разу за все это время не сорвал нам плановых перевозок. Хотя график у нас очень напряженный. Теперь, конечно, я понимаю, зачем ему понадобилось ездить самостоятельно. Без свидетелей удобнее заниматься махинациями с овчиной. Хм. Да, надеюсь, он арестован. Убит. Боже мой. Где, когда? В Одессе. В городе Одессе. Извините. Еще раз добрый день. Сидите, я на минутку. Захар Борисович, вот здесь вот у шапки небольшой дефект. Мы как, пошлем на экспертизу или пустим в продажу? Как старший товаровет? Вы вправе решить это сами. Видите, я занят. Да, извините. Ну что ж, спасибо, Захар Борисович, за разъяснение. Мы обратимся по месту работы ГАПКО. Пожалуйста, пожалуйста. Я всегда к вашему службу. Ну вот и хорошо. А если нам потребуются дополнительные сведения, мы вас побеспокоим. До свидания. До свидания. Продолжение следует. Алло. Кто это? Мария Луиза. Слушайте, Мария Луиза, позовите, пожалуйста, Юдина. Сейчас. А вот и валюта под яблоками. Брун Георгий Викторович, администратор Одесской филармонии. Видимо, заменивший убитого валютчика. Вы считаете, что первый убит? Несомненно. Кем? Зачем? Ведь валюта осталась при нем. Кем, зачем? Если бы я сейчас смог ответить на ваш вопрос, мы бы уже с вами отдыхали где-нибудь на одном из одесских пляжей. Это хорошая мысль, Анатолий Владимирович. Не забудьте вернуться к ней сразу после просмотра. Смотрите-ка. Как суетиться чего-то. Вы на его месте, пожалуй, тоже бы нервничали. Большая просьба. Передайте, пожалуйста, вот эти яблочки моему другу в Москве. Подойдет, скажет, яд, Саша. Ну, если не подойдет. Ну, не подойдет. Чем ему понадобилась эта бутафория? Прятать валюту под яблоки, ну, двойное дно, понятно. Берет куплен, а сам передает через студенток валюту, одет налегке, ехать явно не собирается. Ну, в джинсовой куртке ему в Москве было бы прохладно, это точно. Да, какая уверенность. Передать такую сумму валюты с незнакомыми студентками, с первыми встречными. По крайней мере, беспечность. Или обоснованная уверенность. Москва встречает танканок садим дважды в Росту и Тунеядство. Ну, что, подходящая биография для подобных дел. По-моему, вполне. Ну, этот действует спокойно и прямолинейно. Люта прибыла без заминок, его задача встретить и доставить по назначению. Да нет, я представляю, с каким нетерпением ждал директор магазина меха этих корзиночек. Да, яблочки-то поистине золотые. А вот почему он так уверен, что валюта доставлена? Может, она была в поезде под присмотром? Не исключено. У меня такое впечатление, что вся эта суета, яблочки, корзинки, студентки... ...занавес, за которым прячется главная фигура. Верните-ка все назад. Стоп, сначала. Пожалуйста. Вы помните, майор, как вел себя валютчик в Одессе? Он всем своим видом как бы спрашивал у кого-то, что делать дальше. Почему Брун не поехал сам? Тот отменил ему поездку? Не смотрите на меня, так не я. А, вы, видимо, ожидаете, Анатолий Владимирович, что из вагона вслед за вами выйдет пятись и еще кто-то, кто сопровождал эти яблоки до Москвы. Не споткнулся бы рассыпать яблочки. Посмотрим повнимательнее, майор, все сном. Стоп. Отсюда. Помедленнее, пожалуйста. Медленнее. По-моему, он кого-то там заметил. Вы же рядом стоите, спросили бы. Вроде проверяет билет. Сейчас. Снова оглянется. Потом рука с ненужным уже билетом полезет в карман. Кивнул. И? Кто-то там есть. Ну-ка, панорамку вправо. Панорамку вправо. Стоп. Стоп. Вот это отпечатайте, пожалуйста. Эту фотографию отпечатайте. Работы закончили. Вот. Кто отменил поездку. Наденьте-ка на него очки. Человек в рыговых очках? Пора сравнить результаты, подполковник. Пройдемте в лабораторию. Я засек его с нашим общим знакомым в ресторане «Националь». Там директор магазина всегда пьет кофе. Как это выходит по времени? Идеально. Мое фото. 17 октября, Москва. Видимо, он получил в этот момент от Шульгина задание по доставке валюты. Ваш снимок. Спустя трое суток, водясь. Честно признаться, разгонов я не ожидал, что слияние наших групп даст такой отличный результат. Учиться никогда не поздно. После пятидесяти, особенно молодых. Ага, моложе меня на пять лет. Ну, во времена акселерации это... Да это очень солидный срок. Неисправим. Ну, теперь покажитесь в маске. Юдин Станислав Сергеевич. Человек в роговых очках, он же хозяин. Для Симакова и Богатырева. Надеюсь, Симаков и Богатырев это подтвердят. Я уверен в этом. Симакова. Разрешите запрашивать санксу прокурора на арест Юдина? Запрашивайте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Стасик. О! Привет, Мария и Луиза. Открой, пожалуйста. Добрый день, квартира Юдина. Вы позволите? Добрый день. Прошу не разговаривать. Юдин Станислав Сергеевич? Да. Попрошу ознакомиться. Постановление об обыске и аресте. Товарищи понятые. Руку не поднимать. Пожалуйста. Трубку не поднимать. Юдин Станислав Сергеевич. Ну и лицо. Середины, пожалуйста. Юдин признался во всем? Почти во всем, товарищ генерал. Но Юдин категорически отрицает свою причастность к гибели габко и валютчика. Поподробнее, пожалуйста. Спасибо. Техникум, связи. Сидите, сидите. Работал в театре Маяковского. Потом устроился на административную работу в театре Натаганки. Преуспел, стал директором передвижной выставки. Связи Юдина обширные. Много разъезжает. Московские собиратели антикуриата его высоко ценят. Значит, здесь вот у Юдина очень обширная клиентура. Ну, почти около 70 человек разных профессий и положений. Особенно тесные связи у него с Шульгиным, директором магазина «Меха». Юдин поставлял ему ценности, посредницу приносило доход. Немалый, что позволило ему купить дачу, машину, ну и многое другое. Шульгин не скупился на комиссионной. Последнее время Юдин помогал Шульгину ранее приобретенные ценности продавать. Зачем? Ну, этого Юдин объяснить не может. Говорит, что Шульгин ценности стал переводить в валюту. И утверждает, что когда узнал об этом, хотел с ним порвать. А что говорит Юдин о Ведерникове? Товарищ генерал, трудоустройством Ведерникова Юдин занимался по просьбе Шульгина. Разрешите? Да, пожалуйста. Контрастность прибавьте, пожалуйста. Вот, Шульгин дал ему на это 3000. Юдин присмотрел Терентьева. Денег пожалел? Хорошо. Тот отказался. Он стал тогда подслушивать его телефонные разговоры в цели шантажа. А телефонисте Кудинове? Он не просил убивать настырного телефониста. Просил просто припугнуть и только. Валюта, доставленная из Одессы, передана Шульгину? Так точно. У Шульгина никаких подозрений. Товарищ генерал, надо задерживать Шульгина. Улик более чем достаточно. Не ясно только одно. Зачем всего Шульгину занимающимися валютой устраивать на маяк Ведерникова? Мне кажется, допрос Шульгина приснит это. Также причины смерти Габко. Я думаю, что не разобравшись в ситуации окончательно, не следует торопиться. Шульгин, валюта, пол-дела. Мы только-только выходим на главное. Это вам подсказывает интуиция? Кое-что еще. Изучая окружение Шульгина, наши люди засекли некого господина, который интересовался... Магазин посещают сотни иностранцев. Что из этого? Само по себе посещение ни о чем не говорит, но буквально на следующий день состоялась встреча этого господина с Шульгиной. Ну что, готовы? Давайте-давайте. Так вот, мы установили, что это сотрудник одного из торговых представительств, Адамс Хадсон. Он работает торговым экспертом, живет в Москве уже несколько лет. Ну, считается отличным специалистом русского рынка. В составе различных делегаций разъезжал по стране, усиленно изучая наши возможности. Пожалуй, только лишь одно обстоятельство обращает внимание на этого человека. Какое? Одесса. Что Одесса? Изучая географию поездок, туристический групп, слен, у которых был Хадсон, мы вышли на Одессу. Более того, в числе предприятий, которые посетил Хадсон со своими коллегами, был завод Маяк. Маяк? Когда это могло произойти? Да почти за год, до появления на нем Ведерникова. Разрыв, во времени, конечно, большой. Есть ли тут связь? Извините, да, пожалуйста. А, да, спасибо, свободный. Мне кажется, пока полной ясности нет, задерживать Шульгина не стоит. Александр Сергеевич, по-моему, схема прослеживается. Юдин, Шульгин, валюта. Шульгин, Ведерников, Маяк. Маяк, Хадсон, который посетил завод. Все ясно, по-моему? Я думаю, что о Ведерникове надо узнать побольше. Мы практически ничего о нем не знаем. Ну, чем он занимается? А что говорят о нем в здешнем НИИ? Тема, которой он занимался, диффузионная металлизация. Говорят, довольно перспективная. Но человека, который мог бы подробно все это объяснить, сейчас в Москве нет. Это директор НИИ, бывший руководитель его работ, Витковский. Находится в Австралии на симпозиуме, вернется через неделю. Что предлагаете? Я бы играл с Ведерниковым в открытую. Исключено. А если Ведерников и Хадсон, сообщники? Конечно, риск есть, но... А что, если Юдин подслушал у Ведерникова? Зачем? Пока не знаю. Но думаю, что Юдина, или того, кто за ним стоит, Ведерников интересовал и после его устройства на завод маньяк. Хадсон. Хадсон абсолютно точно. Остальное не совсем ясно. Пока торопиться не будем. Шульгин под надежным присмотром. Прямой выход на Хадсона. Без доказательства его причастности к валютным операциям Шульгина чреват неприятностями. Хадсон иностранным подданный. Любой опрометчивый шаг с нашей стороны вызовет определенный резонанс. Представляете, как там обрадуется, если мы... Ну да, предъявим ему необоснованное обвинение, конечно. Да. Да. Вот что, давайте подождем, пока что-нибудь предпримет Шульгин. И еще. Хорошо бы оправдать в изоляцию Юдина от Шульгина. Сделано, товарищ генерал. В моем присутствии Юдин звонил Шульгину и сказал, что срочно отбывает на организацию выставки книжной графики. А что Шульгин? Кажется, поверил. Посоветовал только не кашлять. Еще очень обрадовался. Конечно, можно обрадоваться. Получил вторую часть партии валюты. И немалую. Да. 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 Шульгин. Шульгин. Интересно, сколько он будет еще мотаться. Мне бы уже надоело. Столько петлять и остановиться у этого автомата. Дорого бы я заплатил, чтобы узнать, кому он звонит. Если не успею, веди его сам. Попросите, пожалуйста, Захар Борисович. Спасибо. Простите, товарищ. Срочно позвонить надо. Простите. Одну минуту. Захар Борисович? Да. Вечером на шопси другу летает. Простите. Поймите, я вас очень прошу. Сейчас, сейчас. Постарайтесь не опоздать. Все хорошо. Простите. Шульгин. Шульгин уже ждал звонка Хадсона. Ну, видимо, была предварительная договоренность. Шофер он отправил на обед, сам сел за руль и прибыл. Загорск. А вслед за ним появляется Хадсон. Вот он. Вместе с представителем страховой компании Модус. Сейчас мы его увидим. Хадсон. 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 Можно предположить, товарищ генерал, что Шульгин затевает какую-то финансовую сделку. Это Поле Рубиани. Прибыл на один день по малозначительному делу в Иньюр-Коллегию. А вот после посещения Иньюр-Коллегии встречается с Хадсоном и сразу сюда, Загорск. Хадсон предварительно оформил эту поездку. За день до прибытия гостя. И я думаю, что еще одна интересная информация была видна. В 17. Jahrhundert были репаратуры и появилась водоположда. И эта водоположда была построена, которая была построена, и она была построена прямо в рамках. На, и сейчас посещаем мы еще на основном. Мне кажется, сейчас назначается место встречи. Шульгинов с Рубиани. На трассе, подальше от посторонних глаз. Вот и контакт. Что может быть общего у Шульгина с представителем иностранной страховой компании? Ну, можно предположить, Александр Сергеевич, что Шульгин через Хадсона с участием иностранной страховой компании затевает какую-то крупную финансовую сделку. Во время ремонта был обнаружен подземный источник, и на его месте строится церковь. Теперь, товарищи, пройдёмте дальше. Не отставайте. Довольны. И Шульгин в настроении. Путешественники. 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 Ну, а тут, судя по их поведению, они уже обо всём принципиальном договорились, и, как говорится, пора разъезжаться. Хадсон ничего не сподозрил? По-моему, нет. На этот раз мы с майором Разгоновым едины. Я думаю, что Шульгин замышляет действительно что-то очень серьёзное. Прошу вашего разрешения на арест Шульгина. Сегодня утром Юдин дал новые показания. Хадсона с Шульгиным познакомил он. Габков убит по приказу Шульгина, как единственный свидетель цепи. Валюта, спекуляция Шульгин. Таким образом он хотел избавиться от всех связей. Ну, хорошо. Запросите в санкцию прокурора на арест Шульгина. Есть. Реклама Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...